Пермская футбольная дерби состоялась на стадионе «Звезда». В товарищеском матче встретились два профессиональных клуба «Амкар» и «Октан». Победа осталась за старшими по рангу. Два мяча записал на свой счет Бурмистров, один раз встретился Гришин. Все голы были забиты во втором тайме. Стройными рядами после утренней тренировки игроки и тренеры хоккейного клуба «Молот Приками» совместно с воспитанниками «Молотовской» из Дюшор отправились заниматься земляными работами. Наша команда внесла свой вклад в программу озеленения Перми, высадив саженцы липы на газоне по улице Металистов, ведущий к УДС «Молот». Это вообще символическое мероприятие, потому что все, что связано с жизнью, неважно, с человеческой или жизнью деревьев и природы, это наша общая планета, это наша общая жизнь. Значит, жизнь продолжается и развивается. Поэтому я всех призываю делать какие-то, пусть маленькие, но хорошие дела. Мероприятие было приурочено к открытию в Перми очередного хоккейного сезона. Он, напомним, стартует в это воскресенье домашним матчем с Нижнетагильским спутником. Начало в 17.00. Не дожидаясь своих старших товарищей по клюшке и шайбе, начали новый сезон юные прикамские хоккеисты. В группе «Урал-Западная Сибирь» началось зональное первенство. Сезон обещает быть очень нелегким, но в то же время достаточно интересным. В нашей группе 10 команд, из них все равны, все сильные. То есть игры будут непредсказуемы, каждая игра будет на результат. Играем в два круга. В дальнейшем 9-10 место играет переходный турнир в слабейшую зону. Остальные играют команды плывов уже за места. Перед новым чемпионатом наша команда прошла хорошие подготовительные сборы. Кроме того, на Пермском льду состоялся предсезонный турнир с участием очень сильных коллективов Урала и Поволжья. И это соревнование молотобойцы, напомним, выиграли. Ребята молодцы, с хорошим настроем. Заняли первое место. Достойный турнир был. Мы провели ряд еще контрольных игр. Также выиграли Кирово-Чепецкое из другой зоны Поволжья. И вот чемпионат. Задача в пятерке сильнейших, а там плов покажет. Первым соперником «Молота-96» стали сверстники из Нижнетагильского спутника. Оба матча прошли на Пермском льду, и оба наша команда оставила за собой. 7-1 и 2-1. Прикамские дайверы удачно завершили соревновательный сезон. Финальным аккордом стало выступление на Кубке мира в Испании. В «Алидолит» съехались ведущие дайверы мира, и старты получились очень представительными. Однако это не помешало пермикам выиграть 13 наград. Командную копилку медалями наполняли Артем Новостроев, Сергей Жаров, Светлана Стрижевская, Денис Михалев и Анастасия Сорокина. «Настраивалась, как обычно, на соревнованиях. Было 4 дистанции. Две дистанции были новые для нас. Не до конца было понятно, как это все делается. Но мы старались. Немножко где-то не удалось. И на двух дистанциях у меня два первых места получилось. На 300 и на 100 метров. Две новых дистанции, которые впервые вводились на международных соревнованиях, это испанцы. Их придумали и ввели. Это подъем груза 6 килограмм и ночной дайвинг. Дистанции новые для всех были, кроме испанцев. Но мы достаточно быстро смогли сориентироваться. И даже на них смогли взять призовые места и даже на одной из них победить». Завоевав чертову дюжину наград, наши дайверы сумели взять командный Кубок Мира. Таким образом, прошедший сезон получился для пермяков очень успешным. Команда выиграла все состязания, которые были в ее календаре. «Хотелось бы в следующем году продолжить это начинание, наше пермское начинание. Но представляем, что люди, которые нас видели, они снимали нас под водой, понимали, за счет чего мы достигали вот этого успеха. И вот уже в Испании на Кубке Мира мы видели противодействие против нас. Потому что мы своим умением, своим знанием мы тренируем другие команды. То есть вот наше лидерство нам будет сложно в следующем году отстаивать». В планах проведение в Перми чемпионата страны по дайвингу. По итогам этих соревнований будет формироваться сборная России для участия в чемпионате Европы. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...